День 1875, Алекс на связи. Я уже очень давно использую Zigbee, сеть для своего умного дома. На самом деле, альтернативы практически нет. Если использовать Z-Wave, это, конечно, и дорого, и у нас это не слишком распространено. Отдельные девайсы стоят больших денег. И на самом деле, мне дизайн этих устройств практически не нравится. То есть, у них какие-то страшненькие, особенно такой не датчик движения. И поэтому, чтобы себя так не ограничивать, Zigbee, этот вариант, конечно, гораздо интереснее. Во-первых, это очень много устройств есть от Xiaomi. Они такие довольно компактные, работают очень долго, и маленькие батарейки используют. То есть, никаких сложностей не возникает. Есть также и Атуя, экосистемы, разные датчики. Их тоже можно использовать, подключать. Очень много устройств. Это и выключатели разных видов, там доступны и в экосистеме Атуи, по крайней мере. В экосистеме Xiaomi и Acara их, конечно, поменьше. Есть, на самом деле, и другие производители. Икея, и Philips, и много других, которые работают по протоколу Zigbee. Понятно, что если использовать фирменные приложения, то возникают сложности. У ZWF как раз там все наоборот. Сделано, что есть единая экосистема. И не важно, какой производитель. Все будет там нормально подключаться, интегрироваться. И все будет работать. Но у Zigbee там каждый производитель делает, как ему нравится. И всякие ограничения вводит. У той экосистемы, но они сами не производят. Отдельные производители делают устройства. И там тоже возникают сложности, что устройств много. У них там идентификаторы этих устройств тоже, они все разные. И не все могут поддерживаться. Корректно и работать. Но, по крайней мере, большая часть напрямую через экосистему Tua. Они работают вполне неплохо. Они, конечно, имеют разные картинки. Иногда картинки не соответствуют самому устройству. Там, например, может быть какой-нибудь клавишный выключатель умный. А картинка от сенсорного выключателя. Ну, в общем, как договорились, так и сделают. Просто производители пытаются экономить на количестве ключей. Я, например, когда делал через облакоту и пробовал свое устройство создать. То там действительно, если бесплатно, там два устройства или четыре доступно можно сделать. Можно там ухитриться и запихать все в одно устройство. Просто оно будет представляться как одно. А параметров у него будет много и оно будет универсально. Например, можно и реле, и розетку, и выключатель. Все запихнуть в какой-нибудь один объект, например, выключатель. И все будет работать, в общем-то, одинаково. Сама экосистема, она, конечно, это не распознает. Но это пользователю будет неудобно, что там все под одной картинкой. Ну, в общем-то, это каждый сам решает, удобно это ему или нет. У Xiaomi и Acara, у них там свои сложности, там деревни на регионы добавлены. Еще какие-то заморочки. Разные версии шлюзов. И, в общем-то, разные экосистемы. То есть, не все можно подключить везде. Ну, и, в общем-то, это тоже не обязательно использовать. Если, например, перейти на свой сервер сделать, то там просто купить стик. Самый простой. И на нем можно все эти устройства подключить без проблем. А дальше использовать там службу какую-нибудь, например, там сервис ZigBuy.txt или там ZHA в Home Assistant или какой-нибудь другой. Который будет нормально обрабатывать. Ну, понятно, там надо посмотреть, какое лучше развивается. Например, мне нравится ZigBuy.txt, я даже другие не пытаюсь там использовать. Ну, потому что не вижу в этом никакого смысла. Ну, может быть, если там на сервере устанавливать, там использовать ZHA, то, может быть, поменьше места будет занимать, чем отдельно еще ZigBuy.txt ставить. Но, в целом, как бы, удобно, когда нормально можно сконфигурировать какое-то устройство, подключить его в единую сеть. Там много параметров для настроек. Очень гибко. Разные драйвера для разных устройств. И потом это можно использовать не обязательно. Там в Home Assistant только, например, в OpenHub передавать так же. И там использовать можно вообще просто напрямую подключаться и по MQTT считывать весь поток данных, которые приходят там от устройств. Я, например, так и делаю. Можно также и команды через MQTT отправлять. У меня просто в скриптах на Python и на Bashi это все работает. И никаких проблем нет. То есть, я просто с этим сервисом ZigBuy, MQTT напрямую работаю и нормально. И сама сеть, она, конечно, ZigBuy, она довольно такая устойчивая. То есть, там и датчики мало потребляют. И то, что отдельные устройства, которые от сети питаются, они могут как роутеры уступать и улучшать сеть. Конечно, на самом деле, сам протокол он такой не сильно мощный. И сигнал там не сильно мощный. И из этого, конечно, нужно очень много устройств вставить. Например, у меня в каждой комнате стоит умный выключатель, работающий по ZigBuy. Он как роутер выступает. И на всю комнату, по сути, обеспечивает качественный сигнал. То есть, можно ничего уже дополнительно не вставить. Но если, например, нет выключателя, ну не все их используют, умные выключатели, то даже если поставить одну розетку в этой комнате, то уже качество, конечно, будет связи гораздо лучше. Например, я все-таки предпочитаю в каждой комнате делать один такой роутер нормальный. То есть, либо розетку, либо реле, либо умный выключатель. То есть, какой-то из этих устройств должно быть. И тогда, в принципе, и датчики, там температуры, влажности, открытие или какие-то другие движения, например, они все будут работать без проблем. И там батарейка у них будет меньше садиться. То есть, это, конечно, будет такой большой плюс. Сам стик, он может быть разный. Я в последнее время использую стики от SunOff. Они в таком металлическом корпусе, с такой хорошей большой антенной. И качество связи, оно вполне приемлемо. Например, я смотрю, когда через специальную карту или просто у параметров, когда отправляется значение от датчика, там указывается качество связи, значение. И там видно, что максимально 250, 255. А если, допустим, 50, то вроде как мало, но при этом все нормально, стабильно работает. То есть, конечно, если получится обеспечить 170 или 200, это вообще хорошо. На самом деле, со стиком от SunOff это все хорошо работает. Но у меня... Также я раньше использовал другие стики. Они в таком простом корпусе. А еще без корпуса продаются. Потом такой пластиковый корпус к ним еще приобретал. Ну, можно его распечататься на 3D принтере, если он есть. Но у меня его нет, конечно, и, соответственно, мне он пока и не нужен. И из этого просто купил этот корпус. И, в общем, такой стик, он очень компактный. У него нет никаких внешних контент, все встроено. Они, конечно, очень глючные были. То есть, они работали для ZigBee еще предыдущей версии. Там 2. Ну, в общем-то, они и по 3.0 работают. С устройствами есть отдельная даже прошивка под это дело. Но я сначала прошивал по 3.0, потом вернулся обратно на версию. Ну, она версия 1.2 называется. Ну, это для предыдущей версии ZigBee. Потому что большая часть устройств, она на самом деле работает и в старой сети, и без проблем. То есть, никаких сложностей нет. И сейчас эти стики я тоже начал использовать для разных решений. Например, когда мне надо было на даче сделать сеть, я просто взял сервер. То есть, там сервер на базе Orange P3 взял этот старый стик, даже не перепрошивал его. Просто установил, привязал к нему устройство и все нормально заработал. Единственное ограничение, что у него мощность очень маленькая. Если, например, в соседней комнате поставить розетку или там какой-нибудь датчик, то он может и плохо срабатывать, плохо подключаться даже. Легко экранируется там каким-нибудь холодильником или там стеной. То есть, хоть чем. Но если рядом с этим стиком, ну, по сути, рядом с сервером поставить, например, умную розетку, то она начнет выступать роутером, а дальше вообще никаких проблем нет. То есть, ну, не обязательно там рядом, можно в пределах комнаты, чтобы, по крайней мере, прямая видимость была. Тогда вообще сразу все работает, все датчики прекрасно там подключаются, связь качественная. То есть, вообще никаких сложностей не возникает. Например, я подключил там три розетки, три датчика температуры и влажности, датчик движения подключил и разместил их в разных комнатах, еще и на разных этажах, ну, на даче. И, соответственно, без проблем, вся сеть работала, все датчики виделись. Ну, пришлось, конечно, там, если датчик поставить отдельно, где-нибудь на другом этаже и другой комнате, за стеной, которая находится, то, конечно, там, связь будет очень слабая и вообще может не уловиться. Но если в той комнате есть какой-то роутер ZigBee сети, то вообще без проблем все начинает работать и все вполне надежно. У самого такого стика, слабого и старого, у него есть ограничения на количество подключенных устройств. Вообще, там рекомендуют что-то около 30, но в реальности, конечно, лучше меньше. Но это прямых подключений, которые к самому стику, то есть, если он подключается к какой-то устройству через роутер, оно уже не считается. То есть, там уже, условно, до 200 устройств, в принципе, все должно работать. Я, на самом деле, не использовал, не испробовал такой вариант подключения. У меня не было тогда сейчас столько много устройств, да, и это просто долго делать. Ой, смысл. Столько не бывает. На самом деле, это уж какой-нибудь, если многоэтажный дом, то, может быть, там такая ситуация и возникнет. Но, на самом деле, оно работает вполне надежно. Бывает, конечно, сложности, что там не привязываются какие-то устройства. Ну, это классическая проблема, как я понял, потому что у меня и к новым стикам, сынов, такая же сложность возникает. Если устройство, допустим, было привязано уже, а потом оно было каким-то образом там отключено, ну, допустим, перепривязано к другому, а на этом конкретно стике это не прописалось, ну, удаление, то потом можно привязывать, привязывать, и он там никак не подключается. Самый простой способ я нашел, я просто его привязываю к другой сети, а из этой удаляю, а потом обратно переподключаю. То есть, если одна сеть, то, конечно, будет сложно так сделать, то есть, там реально придется помучиться. А так, по идее, в целом нормально подключается и нормально работает. Конечно, у стиков старых есть сложности. Во-первых, у них высокая чувствительность к разным наводкам внешним. То есть, это от Wi-Fi может быть помехи большие быть, могут от, там, какие-нибудь внешние помехи, там, допустим, гроза или еще что-то. То есть, любой вариант помех прекрасно их там выводит из строя, но они фактически не сгорают, они просто отключаются. И потом, допустим, ZigBit, он как-то не может к ним подключиться. У меня недавно такая ситуация была. Я сейчас делал сервер свой там новый на базе Orange P3 и как раз такой стик подключил. И на нем просто в какой-то там момент захожу и сервер ZigBit, он как-то недоступен. И только за счет того, что я просто увидел, что, соответственно, он не работает, я понял, что сама сеть отвалилась. Там просто фактически выдернул стик, вернул снова и все заработало. Ну, конечно, это плохая ситуация, то есть, когда такие действия требует какое-то устройство физически подключено. Это, конечно, не очень хорошо, потому что с удаленным сложно будет так сделать. Но на этот случай у меня все сервера подключены через Wi-Fi розетки умные. И я могу просто обесточить весь сервер и включить, и тогда точно весь стик там и все нормально подключится после перезагрузки такой. Это такое хорошее решение. И без него, конечно, там будет тяжело что-то делать в своем умном доме.